Здесь нет выходных и перерыва на обед. На пункты сбора гуманитарной помощи не переставая приходят неравнодушные, которые спешат хоть чем-то помочь мобилизованным и нуждающимся жителям Донбасса. Нам помогает непосредственно администрация, депутаты, простые жители, бабушки, дети, абсолютно все неравнодушные жители несут нам помощь ежедневно. Теплые вещи и носки, термобелье и верхняя одежда. В преддверии зимы это необходимо прежде всего. Кроме того, в непростых условиях пригодятся любые предметы повседневной необходимости. Люди приносят инструменты, гвозди, посуду, фонарики, батарейки, то, что нам необходимо в обычной жизни. Все это сортируется по коробкам и упаковывается. Из пункта помощи груз отправляют каждую неделю. Грузим это все и отправляем на центральный склад, который находится в Балашихе. И далее этот груз уже едет адресно непосредственно к ребятам и к жителям. Получая такую помощь с родины, никто не стесняется в эмоциях, говорит Екатерина Скорикова. Она сама побывала в тех местах и видела, как трогательно солдаты прячут полученные от детей письма поддержки. Не менее приятно и оказывать помощь, участвовать в волонтерском движении Подмосковья. «Волонтерам нет, не сложно быть. Это достаточно интересно. Помогать людям, ездить на какие-то мероприятия, участвовать в этом». Внести свой небольшой вклад в непростое для страны время может каждый. Подробную информацию о расположении пунктов помощи, волонтерской работе и сборе необходимых вещей можно найти на сайте волонтермо.ру. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.